Я бы себя позиционировал скорее, даже как многолетний поклонник, многолетний, действительно, человек, который много-много лет ее читал и будет читать всю оставшуюся жизнь, потому что ненадовидно это явление в нашей науке, в нашей жизни. Она осталась и в науке, и в жизни. И мы все благодарны судьбе за то, что можем с гордостью сказать в каком-то узком или широком крыле, «А вы знаете, а ведь я был знаком с Ненадовидной». Те скажут, «Как? Да!» Или там, скажем, когда будут смотреть на эту фотографию, спросят, «А кто там рядом с Ненадовидной?» когда-нибудь, тем самым передвинув фокус эмпатии со знакомого на менее знакомую личность. Ну вот я хочу напомнить, что много-много лет назад, когда начались эти чтения, эти потрясающе интересные конференции, логические анализы языка, по желанию Ненадовидной, все мы при открытии этих конференций тщательно избегали упоминания того, что рядом с этой датой день рождения Ненадовидной. Мы говорили в таких случаях, что мы поздравляем Ненадовидную с очередной удачной конференцией, это было в последний день, или мы желали этой конференции и ее организатору много здоровья, многих лет творческих успехов и так далее. Но такова была воля самой Ненадовидной. Ну вот 17 февраля, в 95-м году жизни, Ненадовидной не стало, и мы в этом отношении сейчас можем об этом говорить, что наша конференция посвящается в этом году памяти Ненадовидной, но в следующий год, я надеюсь, просто будем тем самым отмечать ее дни рождения. Ключом к восприятию сегодняшних наших докладов является название книги Ненадовидной, которую мы все знаем, которую читали, которая у всех на книжных полках в страшно затреканном виде в библиотеках, в некомплектном виде непременно, одна или две главы отсутствуют, это «Предложение и его смысл. Логика и лингвистические проблемы». Работа 76-го года. Этот труд на многие годы стал бестселлером, индекс-цитирование его просто зашкаливали. Тонкости устройства языковых высказываний получили в этой книге глубокое освещение, продемонстрировано на очень интересных примерах из художественной литературы, из обыденной речи. Начиная иногда с частных замечаний о структуре предложения, Ниндавидна и о семантике слов Ниндавидна сделала очень важные выводы о том, как люди говорят о своем внутреннем мире. Например, цитата, «Говоря о психике, мы вообще склонны экстериализировать ее составляющие – чувства, страсти, желания, волю, ум, рассудок, душу, сердце, совесть, стыд, мечты, опыт, веру, воспоминания, надежды, пороки, добродетели, раскаяния, страдания и прочее, так, как если бы они были вне нас, так, как если бы мы могли их наблюдать извне. И представляя их не только как нечто отдельное от нас, но как нечто, вступающее с нашим «я» в определенные дружеские или враждебные отношения, как нечто нам помогающее или вредящее. То, как собеседника и советчика, то, как врага и мучителя. Компоненты психической жизни взаимодействуют не только с нашим «я», а не завязывают отношения еще друг с другом, образуя заговор, бунтуя, делая человека своим рабом или, напротив, вступая между собой в конфликт. Известно, например, сколь не ладят между собой рассудок и сердце, совесть и желания, душа и страсти, надежда и опыт. Как стремится разум победить эмоции и как часто терпит в этой борьбе поражение. Цитата закончена. В этом треугольнике рассудок и сердце Ниндовидна никогда не рождавали между собой. Во всяком случае, на публике она не демонстрировала такого разлада между собой. Она была исключительно гармоничной личностью. Для нее идеалом была гармония и согласование. Эти рассудок и сердце были в гармонии с ее «я», и, мало того, они были благорасположены ко всему внешнему миру. В ответ на эту ее симпатию все, кто хоть немного знали Ниндовидну, испытывали к ней восхищение и любовь. Ее сверстники, друзья, коллеги по сектору теоретического языкознания часто называли между собой и в глаза Ниндовидну детским именем Ниночка. И имя это настолько хорошо шло. Вот я когда-то слышала это в исполнении Елены Викторовны, Юрия Девникча, Юрия Сергеевича. Действительно, это было очень удачно подходящее имя для нее. Потому что детская чистота мировосприятия в ней всегда сочеталась с мудростью и глубиной суждений. Она была для многих из нас взрослым, мудрым ребенком. Она подарила научному миру множество остроумнейших, не детских мыслей, о сущности языка и общения, о логике и просто о жизни. Эти мысли рассыпаны в многочисленных научных статьях, из которых собирались ее монографии. Учениками Ниндовидны считают себя не только те, кому посчастливилось быть ее аспирантами и докторантами, но и слушатели лекций Ниндовидны в разных вузах, слушатели ее докладов на международных конференциях, филологи из разных стран, участники знаменитых арутюновских семинаров по пятницам каждый месяц. В 1986 году Ниндовидна, как мы еще помним, создала проблемную группу «Логический анализ языка». Это новое проблемное поле в лингвистике на многие годы объединило отечественных и зарубежных ученых в исследовании языка и культуры, участников семинаров и конференций. По итогам этих особых арутюновских конференций, начиная с 1988 года, издано, как говорят в аэрофлоте «Пристегните ремни», 29, а сейчас, наверное, даже больше, наверное, 30 сборников знаменитой серии «Ла-я», «Лингвистический анализ языка» с корабликом на обложке. Вера, вера в подходе уже. То есть мы скоро будем праздновать круглое количество. В статьях Ниндовидны, открывающих сборники, исчерпывающие изложено понимание проблемы и заданы научные координаты всего поля исследования, но авторская воля в каждой статье непременно представлена. Даже более того, отбирая для этого сборника статьи по итогам конференции, Ниндовидна была очень требована. Иногда даже, по мнению некоторых пострадавших авторов, даже слишком требовательно, но жизнь показала, что это было правильно. В этих статьях проявлялась еще и авторская воля, и какой-то новый аспект подхода к проблеме. Без этого статья не проходила в печали. К этой серии можно присоединить родственные сборники, которые вышли при возглавляющем участии Ниндовидны «Понятие судьбы в контексте разных культур» 1994 год и «Язык о языке» 2000 года. Ниндовидна была блестящим ученым, прекрасным собеседником, принципиальным человеком. Быстрота и блеск ее ума всегда поражали. Обаяние ее личности, притягательность речи всегда собирали вокруг нее коллег, друзей и учеников. Влияние ее работ на современную лингвистику невозможно переоценить. Оно настолько велико, что многие следствия из ее исследований будут доступны нам в полный рост только через какое-то время. Здравствуйте, Сережа. Ниндовидна, не будем забывать, познакомила нас и с лингвистической прагматикой. Кроме лингвистики, Ниндовидна прекрасно знала литературу, легко читала труды по логике и философии и любила и ценила эти знания в других. Долго дарила Ниндовидна свой талант, мудрость и умение судить о науке и о людях нам. Ниндовидна – это эпоха в лингвистике и в жизни института языка знания. Сегодня мы услышим доклады тех, кого Ниндовидна очень любила и очень ценила как ученых и как людей в обеих этих ролях. Жаль только, что сегодня не прозвучит знаменитая «Вперед», о котором Танечка сказала только что, и не прозвучит «Поняли друг друга». Вот эти ее любимые фразы, сопровождавшие доклады на наших предыдущих конференциях. Но наша наука будет по-прежнему идти вперед, вдохновленной Ниндовидной. И сегодня мы еще раз осознаем, что значит понимать в науке и в жизни, и насколько это важно для всех для нас. Благодарю за внимание. Спасибо большое за внимание.